Ну что ж, мы продолжаем. Это по-прежнему Цезарь Укалии, по-прежнему легендарная сложность, по-прежнему. Хотя нет. Мы теперь не Арверны, мы теперь конфедерация Галлов. Ну и, конечно же, здесь автобой. 24 человека потерь. Но это не страшно. Традиционно уже отпускаем пленных. Повышение ранга у флота и у армии сына Сегома. Так, здесь хорошо бы вкачать что-нибудь. Ну, даже не знаю. Пусть будет солдат. Флот пополняется в намнете. Все неплохо. На этом ходу, как я помню, все ходы были сделаны. Ну, за исключением некоторых агентов, разве что. Вот этих двух, пожалуй, стоит передвинуть, во-первых, сюда. Одного, а второго, пожалуй, стоит послать. Если проход в этих землях, да, есть, значит, пошлем его сюда. Ход на этом можно завершать, что я и сделаю. У укротителей бурей неприсвоенный навык. Не выбрана традиция. Ближнего боя у всех штурмовых кораблей. Лихие пираты или меткие стрелки. Пусть будут лихие пираты. Вот теперь уже точно все, завершаем ход. Так вот, римляне идут, как вы помните из прошлой серии. Шесть полных армий появилось возле Генуи. И более всего, мне интересно, как же Рим ими распорядится. Вот одна из них отправилась морем в сторону Массилия. Кстати, сейчас этот город называется Марсель. Просто к сведению. И атака... Атака Ридонов на Дориорид. Не дают Ридоны совершенно никакой передышки нашим силам здесь. Надо подумать, сможем ли мы справиться с этими силами. Но от гарнизона у нас почти ничего не осталось. Флот может оказать какую-никакую поддержку. Ну, стоит попытаться как раз воспользоваться тем небольшим шансом, что у нас есть. Мы идем в битву. Конечно, расчет шанса на победу показал, что у нас шансов совершенно никаких. Но будем надеяться на лучшее. И на владык океана. Самое опасное, что есть у противника, это два отряда кавалерия. Вот с ними надо разобраться во что бы то ни стало, и тогда у нас есть шансы на победу. Но если нам не удастся их быстро сковать, то тогда у наших стрелков будут очень большие проблемы. Великолепно. Еще и дождливая погода. Странно. Я думал, враг будет с этой стороны, а не с этой. Ну, какой план у меня? План отойти к побережью и при поддержке флота обороняться. Сегодня мы в меньшинстве, в значительном. Но скоро к нам подойдут подкрепления. И тогда мы нанесем свой удар и сокрушим противника. Ух ты, сколько здесь кораблей и целая орда. Впечатляет, по крайней мере, меня. Кораблей у нас множество. Угу. Ну, в этом листе и будем обороняться. Копьи сюда. Копьи метателя сюда и отключим сохранение дистанции. Ну и ищем врага. Ага, вот они. Стоят или идут? Вот. Интересно. Ну, судя по всему, они пока что стоят. Тоже ожидают подкреплений. Ну, корабли ближнего боя однозначно высаживаем. Зашевелились, зашевелились наши враги. Ну, в крайнем случае, можно 40 минут постоять. Подождать агрессивных ответных действий врага. Если он не придет, ну, тем лучше для нас. В конце концов, именно они атаковали аниме. Так. Ну, конечно, часть воинов, по крайней мере, я высажу. Зря, конечно, в этом режиме убрали контрольную точку. Потому как... Ну, как сражаться с флотом в такой ситуации, когда враг вынужден наступать? Значит, будем мы сражаться честно, будем высаживаться. Ошибку предыдущего боя, где я включал быструю перезарядку, я сейчас повторять, думаю, не буду. Но надеюсь. Хотя в полусхватке могу об этом и забыть. Ну, где конница? Ага, вот она. Значит, от основных сил не отходим, и по нам уже скорпион стреляет. Вообще здорово. Да, ситуация просто отвратительная. Похоже, нам не удастся выбить конницу до того, как она подойдет. Так, вы, ребята, высаживайтесь. Под обстрелом, но пока я не вижу, чтобы по ним кто-то попадал. Вот вторые всадники. Но они пока в тылу. Да, многовато тут вражеского народа, конечно. Слишком много. Бросились в атаку. Пытаемся перехватывать. Посмотрим, как это получится. Наша засада обнаружена. Ай, тут что-то жесткое происходит. Так. Вот еще копья. Вообще, все копья сюда. Наши бегут с поля боя. Какой посол. Все, что есть. Нет, у нас метод. У нас методы тоже 100% ясно. Вот эту группировку, ну никак, никак не разбить. Какой позор. Может, хоть с конницей разберемся. И то у меня на этот счет есть сомнения. Здесь уже натиск поражали всадники. Прелестно, прелестно. Полотряда выбили. Но здесь еще и вещеньки. Здесь... Да, никаких шансов. Никаких. Стреляем, стреляем. Можно и с перезарядкой. А, фланг опрокинулся. Да. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Все смешалось. Не, ну генералу убегать некуда, я думаю. Или есть. Ну, посмотрим, куда он бежит. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Делаем план общее отступление. Но флот еще может пострелять. На нашего военачальника напали. Чем мы и воспользуемся. Ну, вот и итог сражения. Дарьярит потерян. Армия уничтожена. Свет беленно уничтожен. Тяжелое поражение, совершенно разгромное. Переоценил я свои силы в очередной раз. Но, по крайней мере, я пытался сражаться. Хотя оправдание это слабое. Ну и сама атака на город. Стоит ли тут отбиваться? Ну ладно, обычный режим. Доблестная смерть вождя, владыка океана. Главная ошибка была в том, что я в Дарьярите оставил флот. Нужно было его выводить. Вот так. Цена ошибки. Весь флот. Весь. Диверсия ритонского воителя и... Что это? Атака с моря. Нет, они просто скапливают силы в одном месте. Оуио Рикс. Полководец. Достойная смерть. Викорикс. Флотоводец. Достойная смерть. Ну хоть агент выздоровел. Хоть какая-то радостная новость. В Бурдигле придется заняться набором. Восстановить наследие владыка океана. Стоп. Это нужно выбрать полководца. Для начала. И дикты. Водушевление. Боевый дух. Раскачанный через авторитет. Ну вот этого, так и быть, возьмем. Восстанавливаем наследие и ставим набор. Потери, конечно, серьезные мы понесли в этом сражении. Совершенно ненужные. Но я рассчитывал, что все-таки Дориолит смогу удержать, что вся атака на нам нет пойдет. Вот такое слабое оправдание. Ну, в Медиалане стоит ли ставить общественный рынок? Пока нет. Пусть население хоть немного успокоится. Утопленники шесть кораблей в армии. В наших укротителях буря тринадцать. И, в принципе, значит, есть шанс провести морское сражение. А пока что разрежем территорию Ридонов на две части. Захватим их столицу Кандат. Но, конечно же, сначала стоит направить разведку. Никого. Травим колодцы? Не получилось. Ну, тогда действуем армией. Гарнизон. Окажет лишь условное сопротивление. Режим обороны. И занимаем. Опять собачки пострадали. Занимаем столицу Ридонов. Мстящие за вдов ранг четвертый. По пище все неплохо. Это, разумеется, сносим. Будем перестраивать. Уже традиционно. Сначала в святое место. Потом в алтари, святыни и рощи рассмертая. А дружина Верцингетрикса должна оградить героя Фрудиана от Кандата. Ну, как-то вот так, я думаю, стоит поставить армию. Нам нет, конечно, открыт. Тем самым. Но враг все равно до него не дотянется. Поставим хотя бы какой-нибудь гарнизон. И... Брикстия, воительница. Сначала попробуем Нимана. Манипуляция принуждения. Переход агента на нашу сторону просто великолепно. Так, Сигавакс, это у нас рандомно раскачанный агент. Из числа бывших наших врагов. Виндинам разорен, бунтует. Неужели? Или это действует подпольно наши союзники Турона? Сплочение рабов или налет? Сколько здесь рабов? 5% Давайте сплотим рабов. Или, или налет устроим. Давайте налет. Не добились полного успеха. Жаль. И еще один воитель. Воитель против воителя. В очередной раз пробуем принуждения. Ну же. Ну хотя бы задержали. Ранг 3. Эти наши агенты до суда не дойдут. Что тут повышать? Нападение на патруль, городскую стражу. Так. Где там наши агентши на общественный порядок? На общественный порядок нужно качать манипуляцию. Этим я и займусь. Пока что ставить какого-либо воителя в армию на прокачку смысла нет. У нас все армии снабжены воителями, насколько я помню. И сколько будут восстанавливаться мстящие за вдов в три хода. А пожалуй, знаете, что сейчас стоит сделать? Напасть укротителями бури на этот флот, пока он в открытом море и уязвим. Денег у нас полно. Можем нанять два отряда наемников. Средний штурмовой налетчик и штурмовой налетчик. И попробуем атаковать. Да. Вновь шансы не на нашей стороне. Попробуем сразиться. Итак, погода. Дождь. Дождь нам не нужен. Мне нужно... ...максимальный туман. Ну, надеемся, надеемся, что будет ясная погода. Ха-ха. Придется воевать в дождь. Вот он флот. Вот они мы. Начнем. К ним подходят свежие силы. Ну, здесь, сквозь шум дождя и шум весел, я услышу только то, что мы должны привести к победе наше племя сегодня. Я хочу, чтобы вы сражались, как настоящие воины. Вот что-то примерно в этом роде. Ну, пошел обстрел. Ага, это стрелки. Значит, нам смысла уклоняться нет. Так, так, по своим, по своим не стреляем. Ну, что вы делаете? Наверняка в кого-то из своих попали. И я почти в этом уверен. Ну, где еще враг? Один человек остался. Неужели командир? То мне, то вражеский корабль. Налетчик. Ну, и где остальный флот? Ага, позади нас. Интересные какие. Надо бы отделить корабли ближнего боя от кораблей дальнего боя. А то они только друг другу мешают. Толкучка. Жесткая, жесткая толкучка. Ну, надо как-то разойтись. Давайте. Ага, они что, высаживаются? Не позволим, не дадим. Пошел обстрел. У них тоже стрелков полно. А зато народу мало. Это вновь набранный гарнизон. Ну, частично. Частично их вторая армия... Вернее, главная морская армия утопленники. Давайте-ка... Увеличим скорость. Скорость нашей гребли. То нас уже догоняют. Ну-ка, ребята, в атаку. Хотя, хотя здесь уже не надо. Наши справились сами. А вот этими можно заняться. И вот этими. И вот этими. Все на абордаж. Давайте. А вы плывите, ребята, плывите. Наш корабль берут на абордаж. Присягнувшие. Жесть, жесть. Не останавливаемся, не останавливаемся. С этим не справиться никому. Ну, здесь наши должны разобраться. Так, вы сюда. Сюда и потом сюда. Не стоим, не стоим. Кто тот побеждает? Похоже, что не наши. Но не стоим, не стоим. Не следим. И на таран идёт. На таран идёт никотей. А вы сюда. Так, пропустите вот этого. Ты атакуй сюда. Ты сюда, ты сюда. А сейчас друг другу... Уничтожен целый отряд. Сами себя утопили. Ну-ну-ну, где тут? Где они? На что? На что? Здесь наши справятся. И с присягнувшими тоже разобрались. Всё, помогаем своим. Посмотрим схватку вблизи. Вот враги. Вот враги. И они разбиты. А эти тверды. Наши остались без снаряжения. Давайте стоп. Стоп обстрел. Пусть наши воины сразятся. Если смогут. На абордаж, на абордаж. Разбито. Всё, бегут. Не дайте им уйти. Ага. Поймали. Кажется. Ну что? Сами решили попрыгать в воду. Ну и правильно. И всё. Всё, что я хотел здесь, я сделал. С вражеским флотом я разобрался. На сушу высаживаться, конечно же, не стоит. Кстати, где враг? Врага на суше не видно. Наш флот пусть отступает. Свою задачу он выполнил полностью. Флотилия конфедерации галлов, уходящая вдаль. Скрывающаяся запеленной дождя. По-моему, это красиво. По-моему, это красиво. Доблестная смерть. В прошлом сражении мы потеряли два корабля, и один из них был нашим флагманом. Ещё одна доблестная смерть, вторая за эту серию. Очередная случайная смерть. В сражении, которое стало для нас весьма успешным. Но вот так. Так случилось нашему флотоводцу, нашему адмиралу не повезло. Прощай, Амила. Тяжёлым поражением считает компьютер эту битву, хотя мы уничтожили Укротители Бури, уничтожили гарнизонный флот, почти уничтожили утопленников. Но вот так оно было рассчитано. Да, мы вернёмся. И нового полководца нужно назначить главным над Укротителями Бури. Ну пусть будет вот этот, с общественным порядком. Назначен полководец, произошло сохранение, и на этом серия завершается. Спасибо, что досмотрели до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok